доброго времени суток youtube уважаемые видео слушатели моего канала и это будет несколько социальным видео проживаем проживаю я в городе на уральске свердловской области это город спутник екатеринбурга буквально 70 километров до екатеринбурга работаем живем пытаемся выжить и и вот это видео наболело дело в том что ко мне приходят люди на консультацию да я сам сталкиваюсь таким с такими вещами это видео будет называться на уральск беззаконий геноцид дело в том что в двадцать втором году когда записывается вот это самое видео мы наблюдаем такую картину город обнесен забором так называемый зато закрытый город почтовый ящик советские времена здесь для сравнения приведены две картинки шестьдесят первого года берлин берлинская стена здесь вот военнослужащие советские советской армии не допускающее встреч родственников родных и близких между собой это происходило вся первом году полетел юрий сергей гагарин и началось строительство берлинской стены соответственно но в уральске в двадцать втором году происходит все точно так же все то же самое брат не может встретиться с братом племянница не может обнять свою тетю сын не может попасть после долгой отлучки но закончился пропуск не может попасть и обнять свою мать и надо сказать что понятно мы живем россии это преступное государство внутри государства творятся еще не такие дела но от один из примеров таких дел закрытых почтовых ящиков россии несколько около десятка снежинск северск ну и так далее так далее кому интересно загуглите факт в том что люди ограничены своей свободе то есть грубо говоря весь город живет в зоне в зоне находится как город так и предприятие градообразующие уральский электрохимический комбинат это выгодно выгодно конечно власть придержащим то есть отцам городом так называемым да они получают за это огромные деньги за то что управляют таким городом это выгодно власть придержащим на областном уровне ну и на общем государственном это преступление против личности я повторять буду это до последнего вздоха своей жизни что это преступление против личности против человечности это беззаконие и геноцид народа людей живущих в таких городах реально брат не может обнять брата тетя встретиться с племянницей мать сыном они не могут встретиться просто напросто люди не могут попасть в этот город это город тюрьма это геноцид и беззаконие надо это понимать что этот двадцать втором году происходит моей дочери 13 лет и когда она родилась я мечтал о том что к ее совершеннолетию город откроют многие большинство людей города хотят того чтобы город был открыт потому что это сказывается на крайне неблагоприятной социальной экономической ситуации в городе работы нет зарплаты нищенские порядка 10-15 тысяч это реально так предприятий нет существует этот мощное предприятие ухк уральский электрохимический комбинат раньше он состоял там из нескольких десятков цехов работала на нем 22 тысячи человек сейчас на нем работают чуть меньше двух тысяч а может быть и меньше город в лучшие свои времена жил хорошо 120 тысяч жителей наблюдалось сейчас меньше восьмидесяти молодежь по достижению совершеннолетия уезжает из города город стареет хереет ужасные дороги ужасная социалка но сейчас не об этом речь о том что это ограничение свободы личности в россии еще раз повторюсь в бандитском государстве который ограничивает своих граждан свободе передвижения подобно тому как это происходило в берлине берлин был разделен на западный и восточный и родственники не могли мать была разделена сыном или брат с братом так сейчас это происходит в 2022 году российской федерации повторюсь городов таких много в россии ну больше десятка около двух десятков чуть меньше двух десятков это беззаконие и геноцид люди разделены свобода личности ограничена о чем я говорю если вы знаете все прекрасно что происходит сейчас у нас на западе нашей страны что уж говорить о нашем городе о котором мало наверно то из наших моих видео слушателей знает тем не менее ситуация не то что плачевная она ужасная она преступная это преступление против личности и людей как на местах так и в целом по стране за такое положение людей надо судить это преступление открытое у всех на виду это открытое беззаконие и геноцид людей личности спасибо за внимание и удачи вам